МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тридцать две школы, двадцать детских и один специальный сад. Центр коррекционного развития, два учреждения дополнительного образования, оздоровительный лагерь «Волна-Любань», учебно-методический кабинет и социально-педагогический центр. Сегодня эти учреждения составляют образовательное пространство Кобринского района. И у каждого из них своя изюминка и неповторимый имидж. Остромическая средняя школа, Киселевецкая средняя школа – это школы мира. Причем Остромическая школа была первой в Брестской области школой с таким статусом. Средняя школа номер три славится своими туристами. Учащиеся школы ежегодно занимают призовые места в соревнованиях по туризму не только районного, областного уровня, но и республиканского, и даже международного. Средняя школа номер четыре славится своей мультипрофильной направленностью. В этом учреждении есть классы как педагогической направленности, аграрные группы, военно-патриотические группы и классы. А с этого года там функционирует и инженерная группа. Кроме того, в этой школе занимаются робототехникой. Там имеется смарт-кабинет, первый в нашем районе. Ну и надеюсь, что не единственный. В средней школе номер два у нас функционирует военно-патриотический центр «Единство». Не остаются в тени и учреждения дошкольного образования, где реализуют инновационные и экспериментальные программы. Например, детский сад номер 15 является областным ресурсным центром по проекту «Зеленые школы». А всего на Коврищине этим статусом обладают 14 учреждений образования. Развита в районе и система дополнительного образования. Работают центры экологии, туризма и краеведения, а также детского творчества. Каждое из этих учреждений по-своему уникально. В центре творчества функционирует достаточно большое количество различных кружков, как на бесплатной основе, так и на платной основе. Без малого 2000 учащихся получают там дополнительное образование, осваивают самые разные направления. Центр экологии, туризма и краеведения примечательен тем, что, во-первых, это довольно-таки уникальное учреждение, не в каждом районе, в принципе, такие учреждения есть. На базе этого учреждения имеется теплица, где выращивают различные экзотические растения, даже бананы. Путь к большим победам начинается с маленьких шагов. Об этом не понаслышке знают в седьмой школе города Кобрина, где успешно готовят призеров международных и республиканских олимпиад. Здесь используют особые педагогические методики, благодаря которым открывают юные дарования. Результаты олимпиад – важнейший показатель качества образования в каждой конкретной школе. В этом году на третьем этапе республиканской олимпиады по учебным предметам учащиеся Кобринского района завоевали 19 дипломов. Восемь из них привезли ребята из средней школы номер 7. Участию в олимпиаде предшествовала систематическая и усердная работа. Изучали теорию, решали задачи, вместе с преподавателем отрабатывали практику. Причем не только в стенах школы, но и в лабораториях на предприятиях города. Я начинаю готовить учеников, начиная с 8 класса обычно. Я приглашаю тех детей, которые заинтересованы, которые пытливые, которые задают очень интересные, нестандартные вопросы на уроках. Приглашаю их на факультативы к старшим детям. И они понимают, какого уровня они могут решать задачи. И потом уже, когда они дорастают до 9 класса, когда уже есть второй этап республиканской олимпиады районной, они с удовольствием идут и пробуют свои силы. Учитель химии Наталья Усатова убеждена, на 95% успех зависит от работоспособности ученика. Ведь учитель только направляет, подбирает материал. Дальше все зависит от того, насколько добросовестно к его изучению отнесется ребенок. Перед областной олимпиадой мы с Ильей, с Натальей Дмитриевной на каникулах чуть ли не по 5-6 часов сидели в школе и занимались чем-то. Сначала у нас была практика, а потом мы разбирали теоретические задачи. Мы вообще готовились не только к каникулам. Мы готовимся, считайте, с 8 класса, потому что мы химию любим, учим. И, к счастью, у нас такой замечательный учитель. Поэтому нам очень повезло с учителем, потому что она нам привела эту любовь к химии. И мы идем только вперед, вперед и вперед. И надеемся, что в будущем наша жизнь будет дальше связана с химией. Планово все-таки поступить в медицинский университет, а там нужна и химия, и биология. Поэтому готовимся мы очень давно, целеустремленно. И на областном этапе мы показали, на что мы способны. Ездили мы в Пинск тоже на областной этап Республиканской Олимпиады по биологии. Я тоже привез оттуда диплом третьей степени. Показал свои знания. Начали готовиться с учителем моим школьным только после того, как узнал, что прошел на областной этап. Потому что я на самом деле не ожидал этого. И когда узнал, мы активно стали заниматься. Сначала в школе она мне показала некоторые задания из прошлых лет. Я увидел свой фронт работы и уже дома сам очень активно учил, готовился, конспектировал. И в принципе это не прошло даром. Я смог привезти диплом третьей степени. Сегодня к участию в заключительном, четвертом этапе Республиканской Олимпиады по учебным предметам готовятся пять школьников. Среди них и Екатерина Розенкова. Перед Республикой одиннадцатиклассница посетила областные сборы, где тренеры областной команды помогали углубиться в свой предмет. Я была на сборах, они проходили в Брете. Там тоже мы вставали рано утром и ехали в университет Пушкина. Там у нас было три или четыре пары практики. Некоторые дни мы что-то синтезировали, другие титровали. После этого у нас были лекции от московских преподавателей, тоже по три часа. Полтора каждая. В общем, сборы прошли так плодотворно. Завоеванные дипломы не только повышают престиж учебного заведения, но и несут практическую полезность, как для учеников, так и для учителей. Победители третьего этапа имеют право поступать без экзамена в региональные вузы на специальности, по которым их предмет является одним из профильных. Ну а учителя, подготовившие победителей, получают финансовую поддержку. Педагоги, которые работают с высокомотивированными учащимися, согласно коллективного договора, имеют определенный процент ежемесячной надбавки за результативность работы. Ну а те педагоги, которые занимают, дети которых занимают места на областном и республиканском уровне, они поощряются затем в течение календарного года ежемесячно. Ну, каждый диплом имеет свою цену. О качестве подготовки детей в седьмой школе говорят не только олимпиадные дипломы, но и высокий уровень поступлений. В прошлом учебном году 84% от всех выпускников стали студентами вузов. Средняя школа номер 7, ну, среди других учреждений города, сегодня на достаточно высоком уровне. И отзывы о школе хорошие. В учреждении учатся только 40% учащихся, которые проживают на территории микрорайона учреждения. Ну, а остальные 60% – это те, которые хотели бы отдать своего ребенка именно в среднюю школу номер 7. В седьмой школе работает 91 педагог. 80% преподавательского состава имеют первую и высшую квалификационную категорию. Шесть учителей возглавляют районные учебно-методические объединения. И столько же делятся своим опытом с коллегами со всей области в Брестском областном институте развития образования. Каждый, наверное, заработал уже свое имя педагог. Что касается начальных классов, тогда, когда детки приходят, родители конкретно хотят к какому-то определенному учителю. Ну, это, наверное, есть… Вот этот статус создали сами педагоги, потому что если есть команда учителей, есть команда администрации, значит, есть результат работы. Ну, а я считаю, что на сегодня у нас есть результаты, мы гордимся этим. Ну, и, конечно, не останавливаемся на достигнутом, стремимся работать и дальше. Образование – сфера, где нету случайных людей. Яркий тому пример Сергей Николаевич Совпель. Учитель географии награжден благодарностью премьер-министра Республики Беларусь за плодотворную работу, высокий профессионализм, личный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения. В копилке его воспитанников более ста дипломов различного уровня, в том числе и международные. Лаврисю Константин, значит, выпускник 2023 года, весной и летом 2022 года, участвуя, пройдя все этапы отбора, в том числе и отбора в команду международную, которая будет представлять нашу страну на международных этапах, вот он прошел и в ту команду, и внутри этой команды сумел занять такое место, чтобы представлять нашу страну. Он участвовал в двух различных олимпиадах международного уровня, где и был удостоен двух бронзовых медалей. Не всегда будущее победителей находится среди прилежных учеников с одними десятками в дневнике. Определять олимпиадных звездочек Сергей Николаевич начинает уже с 3-4 класса. Для этого организовал школьный интеллектуальный клуб «Созвездие». Во время игр «Что, где, когда», «Брейн Ринг» — своя игра, учитель подмечает младшеклассников, быстро и правильно отвечающих на географические вопросы. В пятом классе на предмете «Человек и мир» при помощи творческих заданий Сергей Николаевич целенаправленно разжигает их интерес к науке о Земле. В шестом-седьмом классе применяет формы подачи материала, способные укоренить любовь к географии и включает школьника в олимпиадное движение. Был у меня учащийся в прошлом году Томкович Александр, который участвовал с шестого класса в олимпиадах девятого класса. В седьмом классе он уже оказался на третьем этапе олимпиады по географии. Там он занял сначала 17 место, в восьмом классе он занял 13 место. А когда он начал соревноваться со своими же учащимися, он занял второе место, попал на олимпиаду четвертого, республиканскую, где был достоин, где завоевал диплом второй степени. То же самое приблизительно происходит и с современной группой, которой сейчас я работаю. Первоначально был интерес наш, а дальше он уже развивался преподавателем. Мы собираемся по субботам, там он дает какую-то ключевую информацию, материалы. Плюс у нас есть облако, куда он заливает много материалов, где мы уже сами готовимся, читаем, что в основном, по сути, это больше самоподготовка. Все Николайские какие-то ключевые моменты опорные объясняют уже. Да, надо систематически это делать, не закидывать, ну и в целом час-два в день. Сергей Николаевич уверен, привить любовь к предмету, достичь успеха можно лишь, когда любишь его сам. И в этом с ним согласен весь педагогический коллектив седьмой школы. Всестороннему и гармоничному развитию юных кабринчан способствует разнообразное школьное объединение. Например, в январе под эгидой Кобринского районного отдела по чрезвычайным ситуациям на базе школы открыли военно-патриотический клуб «Град». В него вступило 20-11 классников. А любители традиционной культуры рад принять Народный литературно-краеведческий музей «Скарбы родного краю». В музее регулярно проводят 14 тематических экскурсий и мастер-классы по созданию народных кукол. Зачастую посетители, знаменитые земляки, писатели, музыканты оставляют на память музею свои книги с автографами и подписями. Таким образом здесь сформировалась целая коллекция подарков. Такий музей в Кобринском районе один. Адметностью нашего музея изъявляется тое, что одной из первых в районе в нашем музее изъявилась батлейка – Народный лялечный театр. По четвергах у нас дети старейших классов разыгрывают тут спектакли по мотивах народных казок. Так само адметностью музея изъявляется великая коллекция народной ляльки. И она створалась и некольких годов, заразу нашей коллекции, амаль 90 видов, розных народных лялек. Не скучают и школьники, у которых стиль жизни – активное времяпровождение. Для этой категории ребят учителя и ведущие тренеры спортивной детско-юношеской школы разработали специальную программу. И в прошлом году из разных городских школ удалось набрать детей в один спортивный класс. Эти шестиклассники – учащиеся единственного в Кобринском районе спортивного класса. Эффект от объединения спортивной и учебной программы не заставил ждать. Ребята не снизили свою успеваемость по школьным предметам, а некоторые уже достигли серьезных результатов в спорте. Нынешний шестой «С» – это уже третий спортивный набор в седьмой школе. Об эффективности его ведения тренеры и учителя судят по опыту предыдущих лет. В нашей школе это очень замечательный пример. Сейчас на выпуске две золотые медалистки в пловчихе, такие серьезные. И кандидат в мастера спорта тоже заканчивает одиннадцатый класс прекрасными знаниями. И параллельно спорт идет рядом. Поэтому если стараться, если все этого хотят, то это хорошая история. Это помогает детям. И в спорте, и в учебе достойно такие классы иметь у себя. Первый выпуск был, который я набирал. И все отучились, и все поступили в вузы. Все воспитанники, которые были в этом спортклассе, вот у меня по выходу осталось пять человек. Вот они все были в списочном составе нас команды. Из них уже два мастера спорта. И вот сейчас еще три действующих спортсмена, которые до сих пор у взрослых поступают на, скажем, арене. Это что, ну как бы продолжение. То есть это может во многом вот этого спорткласса. То есть это не помешало. Спорт, он наоборот дисциплинирует. То есть они уже есть конкретная цель. И вот как бы это, ну скажем, только плюсы. Физическая активность положительно влияет на учебу школьников. Регулярные занятия спортом помогают улучшить память и внимание, а также снизить уровень беспокойства. У нас есть с очень высоким баллом ребята в классе. В нашей параллели шестых классов всего шесть классов. И мы среди них делим второе-третье место. То есть при том, что у детей еще и спорт в таком количестве. Я думаю, что даже наоборот. Балл повысился у детей. В пятом классе был чуть ниже. Сейчас это 7,2. Это очень неплохой балл для шестого класса. И это показывает, что нет. Это только в плюс. По сути, школьная программа обучения шестиклассников ничем не отличается от сверстников. Разница лишь в том, что физкультура заменяет тренировки в спортивной школе. В свой день дети начинают именно с них, а уже затем идут на уроки. После их завершения вторая тренировка. Много времени перемещения между двумя школами не отнимает, ведь они расположены рядом друг с другом. Я пробовал и плавание, но больше всего понравилось дзюдо. Пошел в спортивный класс, потому что хотел совместить свой спорт с профессиональным и заниматься в то время школой. Но обычно получалось, что в тренировке выпадали на школьные дни. Когда я пошел в спорткласс, тренировки делали специально под дни тренировки. По сути, режим дня шестого С-класса близок к распорядку в школе Олимпийского резерва. Только при общении к серьезному спорту происходит более щадяще, ведь они находятся дома, в своем родном Кобрине. По всей республике именно в таком виде спорта, как плавание, создание спортклассов считается наиболее целесообразным, чтобы дети могли эффективно и тренироваться, и учиться. Потому что для них тогда создаются наиболее благоприятные условия тренировочные и учебные. И плюс в плавании без двухразовых тренировок в неделю результатов не будет. То есть вот в шестом классе у нас три раза в неделю утренняя тренировка, а уже начиная с седьмого класса у нас будет четыре утренних тренировки. Здоровье и интеллект нации – самые важные стратегические опоры для всей нашей страны. Удачный пример их формирования демонстрирует не только средняя школа номер семь, но и другие учебные заведения города и района. В каждом из них трудятся талантливые педагоги и тренеры, в чьих руках будущие победы, успехи и процветания не только Первого региона, но и всей Республики Беларусь.